Дела спорятся. Так начал Александр Соловьёв свою встречу с журналистами. Полгода назад президент Путин назначил его на должность исполняющего обязанности главы Удмуртии. Спустя полгода произошла и ключевая встреча Путина и Соловьёва. Её итоги кардинально могут изменить ситуацию в республике. Например, проект особой экономической зоны. Когда мы можем инвестора освободить от уплаты налога на прибыль, если мы говорим сегодня о 18%, то на 10 лет, значит первые 5 лет полностью освобождаем, а следующие 5 лет мы их освобождаем на 8%. Создать особую экономическую зону в Удмуртии значит привлечь инвесторов, объясняет Александр Соловьёв, и сделать регион зажиточным. Глава государства идею одобрил. Сейчас документ готовят эксперты. Одобрил глава государства и другое предложение – выделить средства федерального бюджета на ремонт транспортной артерии, которая свяжет Удмуртию и Башкирию. Речь о подъездных дорогах к Камскому мосту. В конце прошлой недели республики подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры. Визу от куменде руководители республик ставили в присутствии Приволженского полкреда и министра транспорта России. В бумагах прописано, к ремонту подлежим практически 200 километров трасс по обе стороны моста. В будущем году у нас сумма должна быть 2 миллиарда рублей для того, чтобы провести окончательную реконструкцию дороги Ижевска-Сарапул. На 2016 год снова 2 миллиарда рублей для того, чтобы до пуска мостов дорога реконструкции была проведена от Сарапула до Тарасова. О дорогах спросили отдельно. Почти 70 километров уже привели в порядок. Работы ведутся и в муниципальных образованиях. В Ижевске ближайшая перспектива – заасфальтировать улицу пойма, сообщил Александр Соловьев. К Ижевским начальникам, кстати, заметил исполняющий обязанности главы Удмуртии, у него претензий достаточно. Так же, как и к нынешнему правительству республики. В планах его менять. Естественно, конечно, будет оптимизация, без всяких даже разговоров, сколько надо будет. Я думаю, что примерно процентов 15 будет оптимизации, а может даже и больше. Спросили журналисты и о беженцах, приедут ли еще и как справляемся с теми, что уже у нас. «Справляемся», – ответил Александр Соловьев. «Стараемся никого не обидеть. Рабочих мест много, проблемы с жильем, но и ее решаем». Еще одна критически важная задача в связи с украинским конфликтом – не допустить роста цен. В Удмуртии их мониторит специальная комиссия. Исполняющий обязанности главы Удмуртии подтвердил – пока все в норме. Марина Балилия, Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Поставили амбициозные задачи 2020 году.